Страдают от такой погоды не только автомобилисты. Несмотря на практически зимнюю температуру, некоторые жители республики до сих пор остаются без отопления. Так в селе Красноармейское тепла нет не только в домах, но и в детском саду. До сих пор мы тепло не получили. Холодно в помещениях. Я работаю заведующей детском саду. У нас 4 детских сада в селе школы. Дети болеют из-за того, что холодно в помещении с 15 градусов и меньше. Это очень неплохо для здоровья детей. По возможности, конечно, родители забирают домой после обеда, но это тоже не выход. Видимо, родители в домах подключают дополнительно обогреватели. Из-за этого даже бывает, что свет перебивает. Сегодня только я звонила в управляющую компанию. Вот они говорят, что распоряжение поступило, системы будут заполняться, но тепло начнет спать только завтрашнего дня. Но я опять-таки не знаю, потому что каждый день нас кормят обещаниями, что тепло будет на днях. Каждый раз. Каждый раз звонишь, завтра, завтра, завтра. Так и тянется.